В школе номер 25 состоялся круглый стол по вопросам транспортного обслуживания северной части Люберец. На вопросы жителей ответили представители администрации и компаний-перевозчиков. Наиболее волнующие вопросы это нехватка социальных маршрутов, льготный проезд до столицы и карта-стрелка, которую до сих пор принимают далеко не все водители. Значит, надо как-то поговорить с перевозчиками, с вашими водителями, чтобы они соблюдали элементарные правила чистоты и порядка. Активная люберчанка Татьяна Кузнецова знает все проблемы северной части города. На встрече она рассказала, что водители общественного транспорта мусорят на стоянках и еще к тому же не дают билеты пассажирам, что уже действительно проблема. Чаще всего, подтвердили жители, такое правонарушение возникает на 501 маршруте и, как оказалось, на него есть масса других нареканий. В текущем году 8 жалоб. Значит, вы, когда сейчас новое руководство будете заниматься этой проблемой, обратите внимание, там есть водители, которые нарушают закон, в отношении которого мы сейчас занимаемся работой. Поэтому, пожалуйста, по всей видимости, это не только разговор о том, что не соблюдается схема маршрута. Жесткий контроль над всеми нарушениями перевозчиков в Подмосковье ведет специальное ведомство Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области. Его директор Татьяна Журавлева совместно с представителями местной власти отвечали на вопросы люберчан и пытались найти пути решения проблем. Одна из особо волнующих жителей – карта «Стрелка». Ее до сих пор принимают не все перевозчики. Я как бы сегодня посмотрю все, но машины все терминалные оборудованы. Во всех машинах есть терминал. Таких нерадивых водителей оштрафуют. Главное – жителям оставаться неравнодушными и вовремя сообщать о правонарушениях в соответствующие органы. Кроме того, люберчане пожаловались на высокую стоимость проезда, неудобные расположения, остановок общественного транспорта и нерегулярность маршрутов. А нехватка социальных автобусов, как оказалось, беспокоят не только жителей северной части Люберец, но и те, кто живет в новом микрорайоне «Самолет». Мы должны эту тему вынести, утвердить, деньги заложить, бюджет должен утвердить депутаты. Если это наш городской маршрут, то городской бюджет. Если мы говорим об области, если областные дороги, то область должна заложить. Поэтому эта процедура в любом случае не быстрая. Еще один вопрос, актуальный уже в течение двух лет – льготный проезд в столицу. Пенсионеры Люберец и в этот раз напомнили власти, что теперь дорога в Москву для них непосильна. Сегодня такова ситуация, какова она есть. И, конечно, сегодня в области не хватает денег. Поэтому уже бюджет этого года, по сути, почти сформирован. Да, Татьяна Николаевна запишет. Да, этот вопрос я поднимал. Но этот вопрос пока, он завис и не проходит. Поэтому эту тему для политиков мы давайте оставим. Она за скобками. Идем дальше. Все вопросы, прозвучавшие на встрече, рассмотрят на совещании рабочей группы, в которую вошли активные люберчане и члены комиссии по безопасности дорожного движения. Анна Троян, Дмитрий Ратянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей. Редактор субтитров А.Семкин